Вы слушаете чтение Библии. 9 октября. Книга Экклесиаста с 9 по 12 главы. Глава 9. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что пред ним. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, ни мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в паубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. «И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго». Глава десятая. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих подобно рабам пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы, мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. «Благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устроиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенесть слово твое и крылатая пересказать речь твою. Глава одиннадцатая Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет суета. Весели с юноша в юности твоей, и довкушает сердце твое радости во дне юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета. Глава двенадцатая «И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, в тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужесилы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратиться прах в землю, чем он и был, а дух возвратиться к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклесиаст, все суета. Кроме того, что экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей, старался экклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно или худо. Конец книги Мы рады, что могли посодействовать, чтобы вы посмотрели это видео. Но сегодня мы обращаемся к вам с просьбой для распространения этого видео. В последнее время YouTube сделал закон, через который зрители помогают определить, какое видео более популярно, чтобы YouTube рекомендовал его для других людей или нет. Например, если вы нажмете, что вам это видео нравилось, напишите комментарий и нажмете на колокольчик, то для YouTube пойдет сигнал, что это видео было хорошее и он скорее всего предложит, чтобы другие люди посмотрели рядом, которые стоят видео. Но если вы просто проигнорируете, прослушаете и все, даже не поставите нравится, то YouTube пойдет сигнал, что это видео не заинтересовало человека настолько, чтобы он отреагировал на него. И тогда, скорее всего, это видео не будет находиться рядом, когда люди будут другое видео смотреть. Поэтому, если вы думаете, что это видео будет полезно и для других людей, посодействуйте этими шагами. Благодарим.